привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это paradise lost мы с вами в принципе прошли эту игру но по прошествии игры вы мне писали комментарии что куда где-то что-то мы не нашли и я сейчас постараюсь пройти по местам которые были не найдены и так первое из них это место в комнате доминики там уже в принципе изрядника прошли по игре и когда я тут была да я слышала что где-то какая-то дверца потайная у нас открылась я сейчас попробую найти что это было говорит наш парень вот где что шкаф что лета двинулся вы мне писали что что-то где-то отодвинулась я не вижу что нижняя полка а вот где книжная полка отодвинулась как я так как я так спиной и и не заметила а что ждала пойдем это комнатка грета мюллер вау обалдеть здесь микрофон сцена это ее последнее пристанище очевидно да вот здесь она и давала свои последние концерты могу и зайти могу очень атмосферно что-то у нас тут есть можно почитать так алс вайс дэр дойчин фоль паспорт немецкой олькс листа немецкий лист имя грета мюллер рождена двадцатого девятого 1920 года номер рождена во франкфурте на майне профессия певица с верт и армит шайник дождер этим подтверждаю что дальше не видно мешает штаб дас у бен стенды вверху прикрепленные фото дороге штельт и на на фото прикрепленном сверху изображена очевидно ниже ниже подписанная персона я так полагаю где до рунтер инглище понятно которая ниже подписалась но ясно это такой как бы паспорт что ли еще мы можем тут найти какие сведения о грете мюллер очень-очень атмосферно да вы правы а вот этот морфий что я оставалась сделать такой ситуации ну как мы видели из записи действительно все немецкие гражданские в принципе были кто казнены кто убиты очевидно вот мюллер действительно доминика прятала здесь и судя по этому кресло здесь доминика и наслаждалась ее и ним как это жутко на самом деле ну вот и подожди хорошо она тут было но а туфли до фердан 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 марля книги и пробирочки да не знаю как так я не увидела сразу эту комнату но у нас есть еще кое-что что мы в этой локации не видели вернее что я как мне кажется пропустила сейчас я сделаю тут кое-какие манипуляции которые мы уже делали в принципе на запись и не вернусь немножечко попозже вот кстати и документ который подтверждает то что я сейчас вам говорила любой немецкий оккупант скрывающиеся в убежище должен быть обнаружен предан суду и приговорен к наказанию за свои преступления это касается гражданских лиц и рабочих и разумеется военных приказ распространяется на всех поляков коллаборационистов приказ от самой доминики ну да ну грета мюллер она пощадила и прятала интересно итак друзья мы дошли до момента центрального узла которым мы могли открыть всего лишь три двери и мы не были с вами вот здесь вот в серверной насколько я помню да сейчас я сама для себя еще вспомню по моему мы были ну во всяком случае сто процентов что мы были вот в этой комнате вот здесь где и узнали о том что в общем-то симон шимон родился именно здесь в барокамере вот поэтому давай-ка я зайду или прошло некоторое время нюансов я уже не помню но по моему здесь мы не были это вот серверная огромная для тех времен я вам скажу это действительно не бывало серверная так можно зайти наверх сейчас мы туда зайдем все это работает так тут у нас что днем рождения дорогая его у меня есть для тебя подарок это твой маленький братик ты больше никогда не будешь одна нужно немного подождать он подрастет и присоединиться к тебе ты не хочешь что это значит с кем ты там разговариваешь с нашим сладким малышом не могу на него насмотреться он хотел чтоб я пришел к ней но куда ну куда мы уже знаем так что да это еще раз подтверждает теорию о том что шимон был создан именно как дополнение киви так что у нас тут профессора вольгу венклеру медицинскому руководителю программы источник разума 13 мая 54 года уважаемый профессор предварительные исследования показали что быстрый расход биокомпонентов обусловлен стрессом в результате постоянной симуляции посредством электрических импульсов сочетания с огромным объемом обрабатываемой информации избыточный стресс повышает активность гипоталама гипофизарно надпочечниковой оси что приводит среди прочего к выбросу кортизола и как следствие к разрушению гиппокампа в настоящее время мы не располагаем другими фактическими данными у нас есть одна гипотеза идеальные условия выращивания биокомпонентов повышает вычислительные мощности системы которые они подключены однако использование в процессе выращивания лишь позитивного подкрепления повышает выработку дофамина и вызывает привыкание в свою очередь это не позволяет развиваться механизмом стрессоустойчивости нам следует создать более стрессовые условия выращивания и провести соответствующие исследования рудольф шрёдер так и значит наверх да нам можно еще залезть здесь все так давай пошли наверх сквозь сквозь лестницу все еще работает все серверы опять пустой ящик ну спасибо да вот это вот записывающее устройство вау а это чей мозг обалдеть и он работает он подключен господи жить какая ну насколько мы знаем уже знаем что это не его потому что я вам мы с вами встретим но вот так вот увидев сейчас вот это не зная что его там лежит это было бы страшно журнал исследования лусьян календо нацистская нейробиологическая исследовательская группа искала способа передачи информации между нейронами гиппокампа ответственными за память и пространственное восприятие ранее были известны три способа достижения необходимых результатов однако нацистская команда открылась четвертый посредством скачка электроэлектрических импульсов эксперименты на гиппокампальных поперечных срезов показали что низкоуровневые вибрации способны создавать магнитные полюса что в свою очередь активирует соседние клетки таким образом нейроны способны взаимодействовать без электрохимической синаптической связи даже будучи разделены хирургическим путем следовательно нейронные сигналы в мозгу могут передаваться без непосредственного контакта обалдеть это стало основой коммуникации между двумя биокомпонентами два наиболее жизнестойких узла работали с марта 45 по август 47 они продержались дольше и были более эффективными чем любая другая пара биокомпонентов нацисты так и не сделали вывода о том почему эта пара узлов функционировал лучше всех прочих имена узлов алекс сикорский и михаил сикорский братья ну вот 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 и выбрали бедного шимона ах ты шайса вот они и два узла значит это просто какой-то образец уже которые непонятно живую неживой мозг трудно сказать давай парень спускайся вот уровня энергии 80 и соответственно можем открыть только одну вот откроем давайте еще раз эту по-моему мы здесь были да ну говорится попробуем еще раз да все перегрузка сто процентов 3 открыть не можем мне вот непонятно действительно почему так сделано в игре что мы можем открыть только две двери наверное вот именно для того чем я сейчас и занята чтобы сюда приходить и собственно говоря читать по второму разу ну вот здесь тоже самое пишется вот это мы с вами читали поэтому я сейчас зачитывать не буду не терять время это очевидно тот самый шпильт здесь выращивался так вот где ты проводишь все время доминика я пришла поговорить не сейчас я знаю мы очень давно не встречались лично давай пока что забудем о наших противоречиях я пришла чтобы было заразить соболезнование спасибо но мне нужно вернуться к работе об этом я тоже хотела поговорить с тобой люди на перерабатывающем заводе обеспокоены тебя никто не видел с самих похорон я занят я же сказал мне нужно вернуться к работе я понимаю ты так живешь но это одержимость не есть что-то нездоровое постой завод не дает перегрузки с системы верно да нет все работает отлично люди называют это чудом на это его прекрасно прекрасно не могу даже представить каково это потерять ребенка доминика у меня нет времени на времени на что на то чтобы оплакать собственную дочь ты не понимаешь я все еще могу и кое-что сделать и они отличи антонимоши вернусь второго чуда не будет да подожди и ты увидишь да значит чтобы защитить дочь он инсценировал ее смерть да конечно так оно и было не защитить а не защитить а использовать я честно говоря так и не поняла то ли она была больна и и и и подключили и так далее потому что нам встречались какие-то заметки где люди действительно болели и умирали и вот и друг же ее тоже умер очевидно это все лучевая болезнь тут работала ну конечном итоге так или иначе но его оказалось подключены в систему потом мы выдвигаемся дальше и в принципе по моему по моему друзья мои больше мы ничего такого не пропустили вот поэтому я спущу симона ниже найду наверно до конца игры вот и если получится я вам еще поставлю есть еще такая вещь как арт-бук по моему вот посмотреть как же выглядели наши герои потому что так то мать симона вы видим только только ножки только лапки вот и посмотрим удастся ли нам посмотреть на него немножечко больше ну а вот собственно говоря и арт-бук обещанный он открывается в отдельном документе и к сожалению он на английском языке последняя история на земле называется она и и тут можно посмотреть и почитать я друзья не буду читать тем более на английском это надо переводить это будет все долго если хотите я буду останавливаться на паузе и вы сами почитаете кто умеет и кто хочет но кто не хочет просто посмотрим картинки вот нашим он подходит к убежищу и и это вот куда он прибыл фигуры такие эпичные мы их видели только когда спускались немножечко сверху элементы построек модульные концепты а сталелитейная да конечно мощно мощно визуальная визуальные эффекты не эффект визуальная составляющая этой игры вполне вполне приличная мне очень понравилось ребята молодцы поработали над этим на детализации над прорисовка над составлением так это очевидно вот какая война велась фашистская германия с синим советский союз и это союзная очевидно союзники коричневые да вот эта комнатка которую мы нашли певицы мюллер грета ну и чудесный зал мы тоже с вами видели так ну и дальше да когда шимон попадает в царство велеса так называемая пара камера где выращивались дети вот все эти идолы которые вырезались мастерские и так называемое дерево жизни оно таким лейтмотивом идет через через всю игру ну а вот пожалуйста ищем он вот он вот он пацан и ему никак не 20 лет как вы мне писали а данте очевидно это вот как раз и про образ этого мальчика был я так понимаю что это чей-то сын одного из художников его и взяли за образец вот он наш симон слава это его мама тут она совсем молодая так а это более ранние концепты то есть они тут пишут что они взяли за основу желтые цвета цвета и голубые голубые это темно-голубой это цвета лусьяна а желтые это цвета Ева но Еву как такового мы не видели довольно интересный арт да судя по всему видите на ней тоже язвы она не была здоровой девочкой так ранние скетчи вот тут уже скалочка а вот и сам лусьян каким он был сначала ученым и каким он стал проповедником да еще и с маской а вот Доминика это ранний концепт и финальный какой она стала еще и с шашкой ну да ну да наша история ранний концепт бункера уровня 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 судя по всему это все таки связь с внешним миром была из-за этой дырки поэтому у них там такая радиация была потому как меня тоже удивляло каким образом собственно говоря они у них там радиация все болеют от нее а просто потому что она из внешнего мира все таки рассачивалась наверняка этот бункер не был совсем изолирован какие-то что-то с верхнего мира туда заходила ну даже радиация наверное как-то так возможно здесь написано больше хотелось бы почитать но мне честно говоря просто не хочется ломать язык на английском может быть когда-нибудь я спокойно почитаю но опять же я оставляю паузу чтобы вы тоже могли почитать а вот и тот самый леопольд поезда тут тоже дивные вообще классные рисунки очень хорошие в этой игре это вот их деревня куда мы заходили ну и вот две финальная сцена то есть либо так либо так мы с вами посмотрели все и наша команда команда разработчиков ай как интересно смотрите это очень похоже на тот самый стол который был у последователей Люсьяна добавно вот такой вот артбук красивый интересный так что друзья на этом в общем то уже и все больше мы не будем возвращаться к этой игре я вам показала все что можно вот если у кого-то есть желание пройти самому я думаю каждый что-нибудь в ней найдет еще раз Марине большое спасибо за подарок и на этом я с вами окончательно прощаюсь в этой игре мы увидимся с вами в следующем всего вам хорошего и пока пока пока